Накануне заместитель губернатора автономного округа Татьяна Бучкова провела заседание координационного совета по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Глобальная задача, стоящая перед советом, сделать все, чтобы последующие поколения ямальцев были здоровыми. Смертельным квартетом были названы основные причины смертности. Это курение, алкоголь, холестерин и проблемы с артериальным давлением. И если не вести пропаганду здорового образа жизни, то это может привести к печальным последствиям для нации в целом. Мы непременно сумеем сделать так, чтобы здоровый образ жизни был основным девизом жителей нашего округа, чтобы те пагубные привычки, которые сегодня есть у некоторых жителей, не были определяющими в их жизни. Потому что известно, что алкоголизм и наркомания могут настолько поглотить государство, что не нужна никакая война. Население способно истребить себя само. А потому максимальный набор мер нужно принимать уже сегодня. Например, одна из таких, внедрение в школе третьего часа физической культуры, реализовано уже сейчас. Но оценить результат сегодняшних усилий можно будет лет через 5-10. Уважаемые коллеги, вот говорят, что здоровье это решение, на которую каждый должен забраться самостоятельно. Но наша с вами задача не только здравоохранения, а всех служб и ведомств, которые здесь находятся, каждого из представителей муниципальных образований, заместителя по социальным вопросам. Но задача наша общая – помочь нашему жителю, обычному жителю, забраться по этой лесенке на самую вершину здоровья, помочь ему и ни в коем случае не создавать каких-либо препятствий. В конечном итоге медики дадут оценку сегодняшним усилиям многих структур, задействованных в пропаганде здорового образа жизни. Это и представители сфер культуры, образования, молодежной политики, средств массовой информации. Без профилактики нам жить невозможно. Мы понимаем, что должна быть профилактика инфекционных болезней в обязательном порядке, то есть помыть руки, соблюдать какие-то нормы санитарно-педагогического законодательства и там житейские, да. Но при этом есть еще неинфекционные заболевания. Все знают гипертонии, инфаркты, инсульты, нарушения мозгового коробращения. Да, все это как бы одни из основных причин смертности. И, безусловно, на их развитие влияет образ жизни человека. И, соответственно, чтобы привить правильный образ жизни, здоровый образ жизни, нам необходимо это пропагандировать. Поэтому в настоящее время вот такое значительное внимание уделяется им именно данным аспектам. А самое главное, в семье должны говорить, что именно здоровый образ жизни – норма. Начав с себя, можно прийти к здоровой нации.